Здравствуйте, дорогие друзья! С вами вновь Игорь Юлдашев и, как и обещал, мы продолжаем серию видеорепортажа с выставки Креагенэкспо промышленной газы 2017. На самом деле, уважаемые друзья, сегодня подошел к концу второй день, он показал себя очень с хорошей стороны, была очень насыщенная и деловая программа, и очень много наблюдалось посетителей, вызывало большой интерес и к стендам, участникам. Но, собственно говоря, выставка, по предварительным данным, удалась. Но, на самом деле, мы хотели бы побеседовать с директором компании Мирэкспо, Даником Владимиром Алексеевичем, который является, по сути, руководителем и организатором, вдохновителем этой выставки, и который экспертно заключит и даст оценку сегодняшней выставочной деятельности, да и, собственно говоря, самому выставочному миру в нашей стране, в России, в городе Москве. Здравствуйте, Владимир Алексеевич. Спасибо вам большое за встречу, за то, что вы уделили некоторое время нам. Ну и, конечно же, я не могу не задать вам вопрос о выставке Криогенэкспо в 2017 году, на что был сделан очень большой упор. Ну и, собственно говоря, в чем секрет, что вот сегодня очень многие участники остались довольны, собственно говоря, участием у вас. Ну, поскольку выставка уже происходит 16-й год, 16-й раз, практика показывает, что специализированные промышленные мероприятия такого длительного срока проведения, они потихонечку проходят естественные этапы становления, зрелости и угасания. Понимая стадию, на которой мы находимся, мы в этом году сосредоточились, в первую очередь, на приглашении более широкого круга потребителей криогенных технологий, потребителей промышленных газов из разных отраслей промышленности. То есть для нас не является самоцелью увеличения площади выставки как таковой. Для нас интересно, у нас есть такой, скажем так, внутренний слоган. Мы продаем не квадратные метры, мы продаем нашим участникам клиентов. То есть если мы реально полезны нашим экспонентам тем, что, затратив деньги и время на нахождение на выставке, они значительно увеличивают свою клиентскую базу, наверное, тогда мы будем им полезны и в будущем. Замечательно. Но все-таки, если все-таки говорить о сегодняшнем так называемом выставочном периоде, я не называю это кризисным периодом, потому что некоторые выставки показывают шикарные, скажем так, имприятия и успех, и они пользуются популярностью. В чем секрет, как вы считаете, сегодня успешной выставки? На что стоит обратить внимание тем экспонентам, которые планируют свое участие в следующем году в выставках? Если, скажем так, взять аналитику Российского Союза выставок и ярмарок, членами которыми мы являемся, еще после кризиса 2008 года международное сообщество прогнозировало рост крупных выставок с устоявшейся репутацией, если в экспоцентре брать, это выставки типа Металлэкспо и так далее, те, которые уже сложились, ну или как Ганноверская ярмарка, то есть те, которые сложились как общепризнанные мировые места общения специалистов, производителей и потребителей. И рост выставок узкоспециализированных, которые по своей сути являются, наверное, даже не столько выставками, демонстрирующими достижения, а в Европе это называется профмитинг, то есть встреча профессионалов, когда потребители продукции могут вживую пообщаться с большим количеством производителей, провести в течение трех дней активный маркетинг и анализ предложений оборудования на рынке, выбрать, какое оборудование, какие технологии будут подходить им для решения вопросов по выпуску их продукции, поэтому мы, скажем так, являясь небольшой компанией по численности, мы как раз работаем в сегменте специализированных международных мероприятий. И другие наши выставки, которые мы проводим, Гриогенэкспо не единственная наша выставка, композитные материалы, полиуретаны, термообработка, в принципе, рост этих выставок, невзирая на то, что в российском выставочном сообществе сейчас, в принципе, стагнация, у нас выставки перестали падать по площади, но они пока не растут. Вот наши выставки растут на 12, на 15, на 20 процентов. Просто, опять же, ориентир на привлечение суда в качестве посетителей специалистов, он осознается экспонентами, приезжая сюда, они рассчитывают не просто на проведение трех дней, так сказать, в праздности. Мы стремимся по максимуму загрузить их контактами с теми посетителями, специалистами, ну, фактически, это не просто визитеры, да, то есть, если говорить международным языком, это байеры, то есть, это профессиональные посетители, которые приходят сюда для того, чтобы решить свои конкретные коммерческие задачи. Знаете, часто бывает такое мнение, что сегодня выставки изжили себя, что уже как маркетинг они не могут быть как инструмент, и что, самое главное, интернет убивает выставки. Как вы можете прокомментировать это для наших читателей, для зрителей, и, конечно, для тех экспонентов, которые сегодня вот колеблются, участвовать ли вообще, закладывать ли бюджет выставки? Ну, я не готов говорить за все выставки, да, потому что каждая выставка имеет, и тип выставки имеет свой алгоритм подготовки и проведения. То есть, одно дело, например, потребителю выбрать себе, какой батончик шоколадный он будет употреблять, да, для этого все равно даже его надо сходить попробовать. Когда же мы говорим о крупных промышленных мероприятиях, когда промышленная компания должна выбрать себе оборудование достаточно дорогостоящее, его по интернету выбрать, можно собрать информацию о производителях, но оценить, насколько оно надежно, правильно, насколько производитель готов сопроводить его соответствующим сервисным обслуживанием, наверное, это без прямого общения сделать невозможно. То есть, это не значит, что интернет плох, интернет это необходимый инструмент коммуникации, но, наверное, принятие решений через интернет по приобретению дорогостоящего промышленного оборудования сделать, наверное, очень сложно. Поэтому мне кажется, что выставки, как места общения профессионалов, именно как профмитинги, они останутся. Так же, как, наверное, останутся выставки, имиджевые выставки, которые демонстрируют достижение государства. То есть, каждая выставка достигает свою цель. Поэтому, как таковой продукт, как механизм коммуникации, я думаю, что интернет это не заменит. Я дополню ваши слова, что интернет все-таки это, как механизм, инструмент, дополняющий полную концепцию работы на рынке. Потому что, уважаемые друзья, существуют разные концепции. Но это, грубо говоря, сказать, что мы должны все отказаться автомобилей, пересесть на велосипеды. Велосипед хорош, потому что вы можете преодолевать небольшие расстояния, использовать для здоровья. Но, тем не менее, вы ездите на машинах. Так и выставка. Вы можете пообщаться, принимать свои образцы продукции. Кстати, по нашим последним наблюдениям, именно на выставках начали демонстрировать образцы. То есть, выставки, где пустые стенды, они уходят в никуда. Действительно, люди начинают ценить свое время. Так и интернет. Он дополняет очень грамотно. Владимир Алексеевич, ну, все-таки вопрос нас также интересует и волнует все-таки по криогенной промышленности. Потому что выставка, все-таки, криогенная экспо, она посвящена промышленным газам, развитию криогенной промышленности в нашей стране. Какой экспресс-анализ вы можете, экспресс-оценку дать за последний год развития этой отрасли? Ну, мне кажется, что никакого упадка в отрасли нет. Я думаю, что отрасль, индустрия криогенная, индустрия производства промышленных газов имеет достаточно большие перспективы развития, потому что переход промышленности на использование современных методик и технологий с использованием промышленных газов, то есть это путь, которым идет весь мир. И мы это все равно должны будем пройти, осуществить. Нельзя жить в обществе и быть свободным от общества, нельзя. Есть определенные тенденции мировой промышленности, и я думаю, что Россия просто их будет воспроизводить. Другого пути просто нет. Наша промышленность, она во многом вписана в мир. Значит, руководство страны сейчас ставит задачу об увеличении экспортных поставок, не только импортозамещения. То есть мы взаимодействуем с российским экспортным центром, мы имеем реальную информацию о реальной поддержке государства, развитии промышленного экспорта. Очень большое внимание сейчас уделяется проблематике сертификации продукции для цели экспорта. Здесь и Росстандарт действует, и целый ряд других российских структур. Поэтому естественным образом Россия сейчас будет воссоздавать и воссоздает реально ту бизнес-среду, в которой существует весь промышленный бизнес в мире. Просто, наверное, у нас для этого не такой большой период времени, то есть если мы возьмем период становления активных рыночных отношений в России, но это 25 лет. Наверное, весь мир и Европа занималась развитием этих отношений 250-350 лет. Наверное, мы просто начали эту реконструкцию, эту реформу чуть позже, но догоняющий всегда пользуется преимуществом тем, что он имеет информацию об ошибках на пути достижения передовых стран. И мы просто эти ошибки можем не совершать. Другими словами, наша промышленность сегодня развивается, и, собственно говоря, ее ждут потрясения в хорошем смысле слова и, скорее всего, даже скачки через какие-то этапы. Да, безусловно. Я вообще считаю, что креатив российского человека с точки зрения использования самых передовых методов и ведения бизнеса, и методов производства на самом деле уникален. Поэтому, мне кажется, Россия имеет все шансы на развитие. И добавив, скажем так, правильные методы регулирования, так называемую регуляторику, мы получим очень большие, хорошие эффекты. И вот даже сейчас на последней конференции, где выступали представители Росстандарта, они как раз сейчас предлагают деловым сообществам заниматься разработкой стандартов ведения той или иной видов деятельности, для того, чтобы сразу можно было бы использовать те передовые методы, которыми пользуется весь цивилизованный промышленный мир. То есть у России есть возможность, понимая и имея эту информацию, просто-напросто догоняющие развитие, так сказать, опережающими темпами осуществлять, на мой взгляд. На самом деле, очень шикарные планы и амбициозные. Я думаю, что, уважаемые друзья, это реальность. Это не просто мысли, это реальность, в которой мы движемся. И движемся, в том числе и с выставкой Креагенэкспо, на которой было действительно очень много новинок, очень много интересных встреч. Уважаемые друзья, кто не смог посетить, поставьте в своем календаре красным цветом. Следующий 2018 год, дата обозначена на сайте Креагенэкспо. Зайдите, вы не пожалеете. Я хочу еще маленькую ремарку внести. То есть, та кооперация российская с промышленным развитым миром. Россия обладает уникальными технологиями в целом ряде сегментов отраслей. И в качестве подтверждения этого могу привести факт принятия международным сообществом в середине сентября этого года решение о проведении в России в 2021 году Всемирного форума по высокотемпературной сверхпроводимости. Решение, которое российские представители, скажем так, завоевали в честной борьбе с перевесом в один голос в условиях закрытого голосования. Причем представители конкурирующих стран были удалены из зала. То есть, обсуждение шло без каких-то лоббистских усилий. Поэтому завтра у нас на выставке как раз состоится первое заседание Оргкомитета по подготовке данного форума. Это крупнейший форум, который на своей площадке соединяет более тысячи ведущих специалистов мира. То есть, проведение его в России как раз подтверждает тот интеллектуальный и научный потенциал, научно-технологический потенциал, который есть в России. Россия принимает активное участие в строительстве второй очереди андронного коллайдера. И как раз российские сверхпроводящие материалы используются в строительстве данного сооружения. Поэтому я думаю, что это как раз показатель и подтверждение, скажем так, интегрированности России, российских специалистов в мировое сообщество. И это тоже направление, которое мы будем развивать в рамках выставки Креген-экспо. На самом деле мы не собираемся не только почивать на лаврах, но и останавливаться на достигнутом. У нас вот сегодня за два дня работы мы выслушали достаточно большое количество предложений и пожеланий со стороны наших участников, как развивать дальше наши мероприятия, какие направления можно развивать на будущей выставке, как совершенствовать и развивать деловую программу. Поэтому у нас, скажем так, большое поле для работы. Не только для того, чтобы сохранить тот уровень выставки, который есть сейчас, но мы постараемся его преумножить и усилить. Владимир Алексеевич, на самом деле я считаю, что это признание. Признание нашего научного сообщества и промышленного. Потому что Россия – это страна с большим потенциалом. И очень, конечно, приятно осознавать, что нас принимает именно в мировом сообществе. Там, где обычно Россию считают и осталась страной второй-третьего мира. Это действительно очень важно сегодня в интеграции именно в мировую экономику и в мировую промышленность. Я позволю тебе немножечко не согласиться с этим утверждением по поводу того, что отсталости России. Две недели назад я присутствовал на Евразийском форуме в Вероне, где как раз обсуждалось экономическое и политическое взаимодействие Евразийского союза и России с Европой. Выступали известные общественные и политические деятели Ерхард Шрёдер, Романа Проди. На самом деле тон всех выступлений не носил никакого антироссийского характера. Наоборот, все говорили о том, что взаимодействие Евразийского союза с Европейским союзом – это естественный процесс развития цивилизации на Евразийском континенте как таковом. И поэтому вот этот стереотип о том, что Россию считают отсталой страной, мне кажется, это во многом все-таки навязанный, может быть, какими-то представителями прессы, может быть, какими-то недоброжелателями России. Понятно, что страна, которая успешно, скажем так, отстаивает свой суверенитет, чему мы являемся свидетелем, наверное, у недругов позитивных эмоций не вызывает. Но здравомыслящие люди понимают, что если вы хотите жить в доме спокойно, то у соседей должно быть все хорошо, а не полыхать там ссоры, пожары. Конфликты локальные или какие-то недоразумения. Поэтому я думаю, что как раз выстраивая экономическое взаимодействие, вот мы здесь, у нас 20% участников это зарубежные компании, то есть которые активно работают с российскими партнерами, активно предлагают развивать экономическое взаимодействие. Вот это является, наверное, наилучшим сигналом, свидетельством тому, что вот этот миф об отсталости русского человека, то есть или о его лене, о его повальном пьянстве, мне достаточно часто приходится бывать за рубежом, мы работаем и в Европе, и в других странах. Я думаю, это стереотип, который российские граждане, российские люди сейчас просто своим постоянным поведением и постоянной коммуникацией со всем миром, они его просто опровергают. Но у меня было много, так сказать, фактов, когда изначально определенные, настороженные, предубежденные отношения через непродолжительное время просто сменялось нормальным отношением. То есть русские люди – это люди древнейшей цивилизации, давно сложившейся культуры, и поэтому я, общаясь с теми же иностранными партнерами, я не испытываю никаких неудобств и не выслушиваю каких-то пренебрежений в адрес возможностей русских людей. И если где-то у нас что-то еще не доделано, ну, наверное, это задача для нас, для того, чтобы довести до ума то, чем мы имеем. А ресурсы, которыми располагает страна, и ресурсы в земле, и ресурсы, самое главное, человеческий капитал, то есть качество и уровень российских людей, я думаю, что дает возможность ставить и достигать самых высоких задач выполнения. – Замечательно, просто отличные слова, уважаемые друзья. А даже гордо становится действительно за нашу страну, за то понимание, что перед нами открываются очень большие этапы, этапы, которые мы будем свершать и которые мы будем достигать все вместе. И очень приятно понимать, что руководство выставки «Хриагенэкспо» разделяет эти интересы, и, конечно, гордится тем, что в этой стране мы живем, работаем и развиваемся. – Владимир Васильевич, спасибо вам большое за встречу, за интересное мнение и, конечно же, оценку. Ну и, собственно говоря, ваши пожелания. Это наш традиционный вопрос для тех, кто стал участником «Хриагенэкспо-2017» и кто планирует участвовать в следующем году в ваших мероприятиях. – Мы открыты к сотрудничеству, мы готовы выслушать любые пожелания, предложения. Пожалуйста, обращайтесь, все контакты у нас есть на сайте. Мы с удовольствием будем задействовать со всеми людьми, со всеми партнерами российскими и зарубежными, которые увидят для себя перспективу развития данного события. – Спасибо и вам. Удачи развития и, конечно же, достижения целей, которые вы поставили каждый год, все новое и новое. – Спасибо. – Удачи и вам, уважаемые друзья. Спасибо большое за внимание. И, конечно же, рекомендую вам поставить еще раз в своем контуре «Криоген-экспо» – одним из важнейших событий в жизни, в выставочной жизни вашей компании. До встречи, уважаемые друзья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова